Люди, чтобы пришли к покаянию, жили правильно по Евангелию и ожидали пришествия Христова, приготовились к исходу из этой жизни. Вот так. Вы нуждаетесь в том, чтобы вам вопросы какие-то неясные сделать ясными? Ну, рассказывайте что-нибудь. У нас есть священная книга, Библия. Дай-ка ее сюда, вчера, покажи. В ней описано, как Бог сотворил мир, и как жить по Евангелию, как спасти душу. Вот у нас Библия, православного издания. Она очень... я не знаю, видно, нет вам? Видно, видно. Вот, тут Евангелие, это в Новом Завете описывается. Как Христос воплотился от Девы Марии, жил на земле, дал нам пример. И вот сегодня, если бы люди жили по заповедям евангельским, у нас в стране было бы все по-другому. Во-первых, вот я в 23 года только обратился. Знал, что Бог есть, от грехов там каких-то Бог спасал. Но я не знал о Христе. Евангелие мне дали, а я работаю на корабле. Говорят, обычно, больной человек или какие-то вопросы у него там. У меня все было, и деньги, и здоровье, и... Ну все, будущее. Но я понял, это все пустое, и заканчивается очень быстро. Я принес покаяние перед Богом, и вот уже 56 лет несу это, как сказать, Иго Христово. Людям нужен пример. А пример мы должны сами подать, не ждать. Вот ты живи, а я на тебя смотреть буду. Хотя апостол Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Вот сегодня, видите, там взрывы, там беда, там взяточники, коррупция. Причина одна. Люди забыли Бога, отсюда все. А то Солженицын сказал, когда получал Нобелевскую премию. Забыли Бога. А раз забыли, делал. Так не так, никто не спросит. Нет. Говорит, не умрешь, горя схватишь. А вот у нас по-другому. Умрешь, вот тогда горя хватишь. Потому что неприготовленный пошел. Душа неспасенная, неомытая кровью Христа. Церкви не принадлежал. Или человек неверующий, или какие-то секты забрел. А православная Церковь, она открыта, всеми огнями горит. Вот мы рассказываем о Христе, как человеку спастись. Нас Бог очень сильно любит и отдал за нас сильно своего единородного Иисуса Христа, который умер на Голгофском Христе. И поэтому... Он не посмотрел про Иисуса Христова, как его христианин. Вот у нас очень большие ресурсы есть. Это в Ютубе, форум, сайт. Если желаете, запишите, сами посмотрите. А как называется сайт? Называется «Открытым оком». Запишите. Сейчас, подождите. У нас 13 700 роликов. Повторите еще раз. «Открытым оком», «Открытым оком», «Глазом», «Открытым оком», «Восвете Библии». Шесть слов надо записать. «Открытым оком», «Восвете Библии» Игнатий Лапкин. Это я. И вы там зайдете. Вам хватит это на всю жизнь. Спасибо. Так, еще под этим именем также найдите сайт «Восвете Библии», наш сайт. Хорошо. Там мои книги, 38 книг. Там я отвечаю на вопросы студентам. Я вел занятия в университетах. Вам это очень понравится. Спасибо, я посмотрю обязательно. А если у вас будет желание зайти в скайп, тогда зайдете, вопросы зададите. Ну, по моей фамилии, Игнатий Лапкин. Вы просто найдете. Все, я вас понял. Только никаких ников, аватаров, чтобы не было. Своя фотография, свое имя, фамилия. У меня все свое. Ник ничего не... Это уже душа, которая может принять истину. Какие у вас вопросы будут? Духовного порядка, семейного. Вы можете задать? Ну, я пока холост, семей нету, один. А к этому вопросу можно подходить. Я говорю, когда в скайп зайдете, в скайп. Ну, когда в скайп зайду, хорошо, я там с вами уже поговорим искренне. Ну, у нас форум большой, 1600 тем. И мой мир, Mail.ru, я в нем там имею. Там 22 тысячи наших фотографий. У нас огромные-огромные ресурсы. Ну, даже вот роликов 13700, представь себе. Мы с нуля строим деревню православную. С нуля, где 5 качеств должно быть у человека. Не лгать, не пить, не курить, не материться, не воровать. И тогда мы разговаривать будем с ним. А вы в каком городе живете? Город Барнауэл, а тайский край. О, далеко. А вы где? А? А вы где? Челябинская область. Да, это недалеко от нас, Челябинская область. Ну, недалеко, но все равно. Ну, тут бывает и за границей, и отовсюду люди. Вот так. Если вы душа интересующаяся, вы найдете все на наших ресурсах. Что ваша душа пожелает? Только все спасительное, по Евангелию. Хорошо. Я в церковь посещаю, в каждый праздник, в каждое крещение. Вот в год 19-го купаться ездил. Так вы не курите? Нет. Хорошо. Пивно, кофе. Хорошо. А почему вы бороду бреете? А? Бороду, бороду, почему трогаете? Бреете. Так она еще не выросла. Не выросла? А сколько же вам лет? 24 года. Нет, уже в это время борода растет. А у меня была, мне просто... Аккуратно. А мне не понравилось. А нет. Мы сотворены по образу Божию. Выходили в церковь. Посмотрите на иконы. Христос с бородой, пророки с бородами, апостолы. Все с бородой, я видел. Вы, по-малому, отгребайтесь от этого мира. Это мирское все, бритое это. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Дружба с миром, если вражда против Бога. Яков говорит 4-4. Видите, как надо по-серьезному отъестись. Мы многие, говорят, бегут на ресталище. Но один получает награду. Вот Олимпийские игры. Один. Поэтому планку поднимайте выше. Все посты соблюдайте. Православная церковь – это полнота. Это целомудрие. Ну, православная церковь, она как бы для всех же идет. Да. Там же без разницы, кто какой национальности. Разницы нет. Ни Иудея, ни Елена нету. Во Христе все едины. Ну, все. Ну, а если вы переходите на наши ресурсы, ну-ка попробуйте, обойдете, нет? А если я здесь не буду заходить, то у меня это такое. Ага. Ну, ладно, мы тогда отойдем. Все, вопросов после нету. Заходите на наши ресурсы и в скайпе мы поговорим. Храни вас, Господь. Богу славу. Всего доброго. Не болейтесь. Дай Бог вам здоровья. Храни вас, Господь. Занимаемся, работаем. Занимаемся, работаем. Молодцы. Это что за попси? Человек работающий, он может и другим помогать. Богу слава. Ой, все, пошли дальше. Мы можем ответить на вопросы, которые касаются спасения души. Как приготовиться к переходу из этой жизни о Суде Божьем? Что Христос умер за нас? Вот честь лет, я пока не собираюсь умирать. Да многие не собирались, да умерли-то. Тем более, то взрывается, то убивает. Да и так сердце остановилось, и нет человека. На дорогах авария, везде. Поэтому... Биспорь. Дорога моя жизнь. Библия говорит, не хвались завтрашним днем, ибо не знаешь, что он родит тебе. Абсолютно верно. Правильно говорит. Премудрый Соломон сказал, ну всего хорошего вам. Давай, счастливо, отец. Да, с Богом. У нас большие ресурсы, если желаете, можем дать адрес. Нет, спасибо, нам некогда. Ресурсы большие. Все распяты мы воскрешем. Если кто желает, можно задать вопросы. Как правильно жить? Как спасти душу свою? Да, меня как-то это не интересует. А вот зря. Потому что мы все смертные. Мы ходим перед Богом. Внезапно можем, как Валант говорит, что смерть, да, но она внезапна. Как мастер Маргарита там у Болгакова. Она внезапной может быть. И человек не готовый, отойдет в ад. Будет гореть вечно в огне. А надо приготовиться. Написано, приготовьте. Путь Господу. Прямыми сделайте стези ему. Ибо мы не знаем, когда Господь пошлет ангела, чтобы душу нашу забрал. Вот мы выбрали время сегодня и пришли поискать таких людей, которые хотели бы трудиться на Ниве Божьей. Мы православные христиане. Благодарим Бога, что Он дал веру нам, святую, живую истинную. Вот у нас главная книга – это Библия. Святая Библия. Я не знаю, видно, нет вам? Видно, видно. Я читал. Читали. Евангелие. А в Евангелии Господь указал нам путь. Без Христа никто не спасется. Евангелие от Иоанна 3.36 написано. Верующие в Сына Божия имеют жизнь вечную. А неверующие не увидят жизни, но гнев Божий пребывает на нем, что он дар Божий не принял. Мы поживем и увидим. У вас, если есть желание больше узнать, мы можем вам оставить наши ресурсы. Как-нибудь прозрею. Если хотите, можете записать. У нас очень большой канал. 13 тысяч там роликов. На все вопросы и ответы. Можете записать, как называется. Открытым оком во свете Библии. Открытым оком во свете Библии. И вы найдете. Там написано Игнатий Лапкин. Это моя фамилия. Через это вы найдете сайт, форум. Потому что многие люди не знают, что делать. Мы вот с нуля строим православную деревню. Человек должен высшего. Вы желаете что-нибудь о Боге узнать, о спасении души? Да, желаю. Вы знаете, что за наши грехи Христос умер? Да, знаю. Мы спасаемся жертвой Его. Сейчас, прям секунду. Одну секунду. Да, да, да. У нас мы все знания свои черпаем из книги, которая называется «Святая Библия». У вас есть такая книга? Ну, конечно, есть. Я сам верующий. Верующий. Ну, вот. Я вижу, что вы православный, да? Да. Вы можете записать наши ресурсы. У нас очень большой видеоканал. Вы там найдете для себя очень много полезного. Там тринадцать. А вы журналисты и христиане тоже, да? Да. «Открытым оком» называется. «Открытым оком во свете Библии». Запишите себе. Как еще раз? «Открытым оком». «Открытым оком» глазом. Запишите. «Открытым оком во свете Библии». «Открытым оком во свете Библии» Игнатий Лапкин. Ага, все. Нашел. Так. И вы, если под таким же названием поищите сайт, напишите впереди сайт. Откроется наш сайт. Это огромный сайт. Огромный. Там и книги, и аудио насчитаны нами. Материалы у нас свои. «Златоуст» насчитан 12 томов. «Жития» 12 томов насчитано. «Библия», «Архипелаг», «ГУЛАГ». Там все найдете. Мы с нуля строим православную деревню. Православную. Где человек должен сразу доказать, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Не, я не пью, не курил. У нас в стране разрушено 21 тысячи сел. Непочатый край работы. И сидят люди, ропщут, недовольные, правители не такие. Но от того, что мы будем кричать на митинги, ходить на Майдан, ничего не изменится. Надо работать. Ну, я вот так скажу. То, что правительство у нас, конечно, это антихристы полные, абсолютные. И то, что вот эти все навальные, это те же самые лжецы, и просто они как раз Русь нашу и разрушают. И те, кто сейчас у правительства, делают то же самое. Я считаю так. Нам надо вернуть царский монархический строй, как был до революции этой проклятой. Я вот так считаю. Видите, если бы было все хорошо, то революции бы не было. Тот монархический строй-то и привел к революции-то. В дворянстве веры уже никакой не было. Иоанн Кронштадтский говорит. Искали, играли французскую революцию. Вот и сыграли. Сто миллионов, голок потеряли. Ну так вот, коммунисты-то, это же вообще плохо. Это же антихристы. Это же просто... Это же демоны просто в оплоте. Ну правильно. Ну а как бороться? Давайте. Евреи все захватили, говорят. Говорят, бороться надо. Говорят, надо. А как? Любовь. Мусульмане везде подрывают. Надо бороться? Надо. Как? Любовь. Рассказать о Христе. Молиться. Написано, молиться за царей, за начальствующих. А то, что мы будем сидеть недовольны, это ничего не меняется. Просто нервы себе... Нет, конечно, надо бороться. Я вот про это и говорю. Конечно, надо бороться. Это в любом случае надо бороться. Бороться надо прям... Но опять же, а как? Вот выходить на митинги, я считаю, это бесполезно. Бесполезно, правильно. Надо. Надо менять саму систему. Именно саму систему. А кто ее менять будет? Кто менять ее будет? Так вот мы-то и будем ее менять, молодежи. Роберт Рожестинский говорит, к нам письма приходят и говорят, у нас народ хороший, там, село большое. Вы нам такого башковитого мужика пришлите, руководящего. Он говорит, они по полочкам, мужики башковитые у нас не лежат. Вы из своей среды выдвигайте. А выдвигать, если он не верующий, кого выдвигать-то? Он блудник, он вор. Надо, чтобы это был верующий человек. Мне пришлось... Как вы считаете, вот у нас в правительство воры или приличные люди? Я не знаю, чтобы там не было воров. Если они себе назначают такие оклады по 500 тысяч, и даже показали 1,36 миллионов в месяц, а у меня пенсия 7 тысяч, 141 рубль, 33 копейки. Ну, мы не ропщим, мы не ропщим. Надо платить десятину, и тогда Бог поднимет тебя. Конечно. Ну, так вот они-то и воры. Да. Поэтому я... Вот я поэтому не поддерживаю совершенно никак вот это новое правительство. И я... И надо бороться в любом случае. Надо изменять саму систему, и надо больше... Вот вы это сегодня подсказали, и раньше уже говорили об этом, надо менять систему. Вчера говорили об этом? Да я всегда... Эту мысль у меня в голове постоянно. Вот такие же люди по всей стране, они говорят. И когда я встречаюсь, они ничего не делают. А я говорю, менять себя надо, себя, родиться свыше. Как Серафим Саровский говорил, быть Вадимом Духом Божьим, стяжание Духа Святого. А поэтому вокруг тебя, говорит, спасутся тысячи. Ну, спасутся, не спасутся, но о себе надо побеспокоиться. Да, он не такой, он вор. Мне пришлось много судиться. Я политзаключенный был, по тюрьмам шел. И потом стал реабилитированный, пришлось им возвращать. Я убедился, что судьи должны быть только верующие, независимо от того, кто они. Православные, баптисты, католики, литеране, нет значения. Чтобы он верил, что есть суд Божий. И за неправду он получит. А тут так. Я сделал то-то. Я доказываю по архивам, что в это время нашей деревни не было, уже три года как исчезло. А они там, я будто что-то делал нехорошо. Да ее не было деревни. Я в архивном отделе с печатями справки принес. И судья моргает, почему? А суденцы с компартии, они меня клеветали, я подал в суд. Вот секретарь по идеологии компартии. Поэтому бороться надо. Не надо. Но это рассказать о любви Божией. Чтобы люди уверовали. Хотел у вас спросить. А вы знаете про такую церковь адвентистов седьмого дня? Еще бы не знать. Я у них выступал, говорил не один раз. Это не церковь, это секта. Церковь идет от Христа. Они 1841 году Елену Уайта или Миллер придумали. Нет. Да, 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 да. И вот знаете, я к чему это говорю? Я вот, у меня-то беда на самом деле. Моя тетя двоюродная, правда. Вот она в этой секте, представляете. И она пытается постоянно нас туда. И вот я с ней, значит, беседую. Я говорю, тетя Люд, я говорю, ну, а зачем ты приходишь и говоришь постоянно про это, пытаешься мне что-то куда-то там это прийти там или что-то. Зачем? Я и так христианин. Зачем мне что-то там, зачем мне вот это вот лжеучение какое-то? Я также рассказал всю эту историю. И то, что... Вы знаете, даже в Америке был такой инцидент, что адвентисты вот эти... Был такой случай, что они забаррикадировались и их там полиция там что-то, я не помню. Ну, короче, в итоге их сожгли. Они сами себя сожгли. Ой, нет, это я не поверю. Адвентистов такого ущения нету. Это может быть клевета, а не адвентисты. Это так. Народный храм, это в Америке было. Там 980 человек уничтожено были. Да их уничтожили, они не сами даже. Сегодня уж доказано. Этой тете Любе, вы скажите, давайте на меня на скайп, на меня выйдите с ней, и я отвечу на ее вопросы. Что субботу Бог усыновил вечно, но суббота указывала на воскресенье, а она не знает, где переход. Суббота – это покой, который Христос нам даровал после воскресения из мертвых-то. Это адвентисты очень хорошие люди, они живут чисто, у них нравственность высокая, хорошая семья, работяги, но они еретики. Они, по-моему, сумасшедшие, вам не кажется? Ну так я не могу сказать, я могу только сказать, что они не церковь, это определенно. Где церковь должен быть епископат, епископы, а у них никого не было, самозванцы. Да, да, да. К ним это же... Да, это десект, это десект, самый обычный сект. Я вот... Короче, я даже хотел, типа, расследование такое, типа, частное провести, я, типа, звонил там, как у них там эти, пасторы, чтобы... Да, они называют пастор, ор, пастор. Пастор. Такого слова тоже в Библии нет, это обманщики. Да, 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 я вот разговаривал там с одним, записывал там, ну такие, знаете, как это, такие вопросы ему задавал там. Ну, и опять же, для них, якобы, второе пришествие же уже было, правильно? Да, оно предсказано было, но его не было. Я их учения очень хорошо знаю. Я этим занимался, среди них жил. Ну, не, ну у них как бы, и у них для них не существует, получается, как... У них нет, по-моему, ни ада, ада у них нет. Ну, ада нету, души нету, души нету, главное. Ну, как? Не то, что души... Вроде как, если ты плохо себя вел на протяжении жизни и жил плохо, по сути, и не поверил, то ты просто, после смерти, ты не будешь спасен, ты просто умираешь и будешь лежать. Ну, да, они говорят, пророк Малахия, говорит, сгорит, как солома, они это место берут. Да, но это странно. Ну, то есть, получается, если нет ада, то тогда и как же, и как же. Тогда и узды нету. Почему Надежда Крупская говорила, религия узда для масс. А вот смотрите, они говорят, какой динаминации, какой конфессии, а вы им отвечаете, таких слов нет в Библии. Это два слова, которыми сатана прикрыл слово ересь. Они должны спрашивать, какой ереси ты принадлежишь. Вот так. Да, да, да. Ясно. А вы часто в чат-рулетке сидите? Он говорит, часто здесь сидите, в чат-рулетке. Я второй день. А что, с чего вы вдруг решили? У меня тут друг, брат во Христе, вчера его похоронили. Он здесь был. Я решил его вахту принять на себя. Он парализованный, лежал 17 лет. В 30 лет у него 7 позвонков раздробило, и он лежал недвижимый. Ну, можете зарядить где-нибудь так. Сергей Козлов, парализованный. И увидите, какой он иконописец был. Какие оставил ролики, он беседовал. Умница. Мы были очень близкие. Сейчас вот его биографию оформляем. Поэтому я зашел проверить, а что здесь в этой рулетке? Можно что-то найти? Можно. Вот сегодня утром мы на вас нашли. Ну, люди разные. Бывает матерятся там. Разные, но я вам скажу здесь, вот таких людей, скажем, как я там, как вы, ну, скажем так, более-менее адекватных людей здесь очень мало, поверьте. Здесь вы найдете здесь и вот те, которые там письюные наяривают, и всяких извращенцев, и это кошмар, от садомитов там и прочих, прочих, прочих. Здесь столько вот этого всего, столько вот этого всего, вы просто не представляете себе. Я вам серьезно говорю, честно. Я вижу, вот мы заходим сейчас, она заходит там, и ученики в школе, и они увидели, что мы, я говорю, мы проповедуем Христа распят. Он заматерился, а рядом школьницы стоят. Прям матерками. Кошмар, кошмар. Я и говорю, кошмар. Ну, что, что мало. Ну, если даже один человек найдется за день, то это уже хорошо. За каждую душу Христос умирал. Да, согласен, абсолютно. Ну, вот заходите, если у вас будет желание, тетя Бабе Люби, скажите, я скажу, знаю, что вам ответят на все ваши вопросы. У меня с адвентистами очень хорошие отношения были. Вот в Америке самые долгожители, адвентисты, у них спортзалы, там бабки все ходят, у них очень здоровый образ жизни и питания. Елена Уайт им все написала. Они же, по-моему, кроме, они, по-моему, мясо только курицу, по-моему, едят, они не пьют, не курят. Да, очень хорошие люди, но хороших в аду очень много. Да. Надо быть в церкви, причащаться, ходить на исповедь. Ну, ладно, удачи вам. Как вас звать-то? Меня Николай зовут. Да благословит вас Господь, Николай. А вы запомните меня, Игнатий Лапкин, как зарядить, и там найдете про меня плохое и хорошее. Я нашел ваш канал на Ютьюбе, я нашел. Нашли, да? Вот вы посмотрите, там последний, который умер, вчера только выставили. Я каждый день выставляю около 10 роликов. Там на Златоуст насчитанный, там все у нас есть. Храни вас Господь. Обязательно ознакомлюсь. Да. Заходите, я вас там встречу в скайпе. Все хорошо. Ну, всего доброго вам. Всего хорошего вам. С Богом. С Богом. С Пятого и Воскресшего. Если желаете узнать о жизни, для чего человек должен жить, как душу спасти, ответить на ваши вопросы, сказать, где у нас большие ресурсы в интернете. У нас очень большой видеоканал, 13 с половиной тысяч роликов только. Наши именно, не чужие. Деревню с нуля строим православную, где нельзя ни пить, ни курить, ни воровать, ни материться. Ну, вообще мне это очень интересно. Ну, так вы запишите наш ресурс. Как найти? Мы сейчас расстанемся. Запишите. Открытым оком. Папиросу уберите изо рта. Мы не разговариваем, когда человек... Папиросу уберите, я иначе разговаривать не буду. Это не папироса. А, не папироса? Да, да, да. Это фейк. Что такое? Это просто. Это не сигарет. Ну, ладно. Запишите. Открытым оком. Что? Открытым оком. Открыть. Открытым оком. Открытым оком. Хорошо. Открытым оком во свете Библии. Запишите, вы забудете. Открытым оком. Я запомнил. Это надо добавить во свете Библии. Угу. Во свете Библии. Да. Игнатий Лапкин еще добавить. Это Игнатий Лапкин. Как не папироса? Я вижу папироса это. Все, я убрал. Ну, так вы обманываете. Всякая лошадь дьявола Это нельзя так делать 12 лет жизни вам отнимет папиросы Вы будете болеть Рак легких и гортани Зачем вам это надо? Вам Бог дал все Я быстрее хочу очиститься и попасть в Богу Понимаете? Нет, не надо Вы самоубийца, если курите Ну я вам рассказал, у нас не спорят Потом вы поймете и скажете Ой-ой-ой, что же я сделал с собой Вы вратаря Яшина знаете, был знаменитый вратарь? Да, конечно Он курил Большой палец правой ноги заболел Отрезали ногу Курил, вторую отрезали Рухую ногу отрезали И все это из-за курева Об этом Владимир Георгиевич Жданов много говорит Профессор Так что вовремя бросайте А без Бога не бросить Почему же человек раб греха А если ты помолишься, скажи, Господи, помоги Я не могу даже от этой вонючей травы избавиться Вот это наш род называется уста Иоанн Кронштадтский говорит Уста курящего демонская кодильница Там навоз наложил ты это Дерьмо, и оно горит у тебя Зачем тебе это надо? Вы храм Божий Вот тело наше это храм А в храме разве курят? Я так сдерживаю, что вы сказали себе Что? Давайте помолимся, чтобы вас Господь избавил от этого Как вас звать? Ибрагим Ибрагим Вы хотите помолиться? Так, одну минуту А как это делается? Я скажу, а вы только в конце скажете аминь Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий Помилуй меня грешно Помоги Ибрагиму избавиться от табака От всего ненужного Чтобы он поверил в тебя Аминь Мне кажется, демон сверился какой-то Ну да А что вы делаете с камерой? Снимаете меня на камеру, да? А мы не вас снимаем У нас все снимается Везде надписи висят Вы знаете, что у нас в стране запрещено снимать только в пяти местах Первое, закрытое заседание Государственной Думы Второе, военные корабли Третье, таможенная зона, где таможня есть И четвертое и пятое Это Министерство электрофикации и газофикации Все Если кто запрещает снимать по-другому На них падает 330-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации Это понятно Просто вы понимаете, что можно экран снимать по-другому, через программу А нет, у нас не выключается, когда хорошее дело идет Мы говорим о хорошем Это полезно для других Это мы в интернет выставляем А чем это полезно для других? Ну, всем полезно, что человек видит Я наставление даю Я же слова-то бросаю не за себя А кто вы такой, чтобы давать наставление? Я проповедник, миссионер 56 лет стажу Я это подтвердил тюрьмами, лагерями, которые меня сажали За моими плечами огромный опыт Я сидел среди мусульман У нас с мусульманами хорошие отношения Мы им говорим, чтобы они приняли Христа А у Ефа фартомасте вообще? Как? Арестантский уклад един? Я что-то не пойму, слово какое Арестантский уклад един? Арестантский уклад един? Ну, почему? В общем-то, везде одинаково Безбожники сидят А я там проповедовал Сколько человек пришли к Богу, каялись Следователь обратился к Богу Вот поэтому у меня есть результативность конкретная Как пишут, тысячи людей пришли к Богу Совершенно заброшены Наркоманы, пьяницы, делаются людьми Некоторые не принимали паспорта Жили в тайге, они вышли Сейчас дети учатся в школе Это Бог дает Это не мое, это Божье Бог делает Так Бога же нету Бога нет, сказал безумие С 13-й Псалом Сказал безумие, нет Бога И причина Они развратились, совершили гнусные дела С Богом всегда хорошо А без Бога вот ты сам себя отравляешь Вот результат Вот у нас на один миллион верующих Ни одного курящего нету А вы маленький такой еще И уже Вы хотите что-то знать больше Для чего человек живет на земле А вы зачем на камеру нас снимаете? А никто вас не снимает Она сама снимает Мы все снимаем Вы разве не снимаете? Не, не Бать, ну ты зачем нас снимаешь? Да мы же знали, что вы придете Мы же не знали, что вы появитесь Ну ладно Ну вы что-то хотите рассказать Интересно, я видя У нас разговор короткий будет Запишите наши ресурсы И там вы найдете ответ Пишите открытым оком Не, не, не Вы давайте нам сами расскажете Что вы делаете К чему Что вы хотите нам донести О Христе О Христе О Христе Зачем читать Если можно Рассказать о Христе Что Христос умер за наши грехи И воскрес для нашего оправдания Нужно сердце свое Оповестить Богу Покаяться И прийти в церковь И тогда жизнь изменится Она будет во Христе Навтра утром встанем Сходим По-моему Ну, завтрашний день Соломон говорит Не хвались завтрашним днем Ибо не знаешь Что он родит тебе Может до утра И не доживем Опа Написано Ныне, когда услышите Голос Божий Не ожестощите Сердец ваших Не ожестощите Бог не вечером Будет стучать В наши двери Он говорит Стою у двери И стучу Откровение 3.20 Это сильное И что делать-то нам надо Покаяться Вы курите? Да Ну вот Уже отравляете себя 12 лет жизни Отрезали Ни за что За вонючую травку Не, мы сигареты курим Не важно Иоанн Кронштадтский говорит Уста Род курящего Демонская кадильница Демоном служит человек Мы храм Божий А ты отравляешь этот храм Нельзя этого делать Верующие Они живут для Бога Они верующие для сатаны И идут в ад В огонь вечный пойдет человек Если он не примирится с Богом А жертва Христа Это примирительная жертва Он взял наши грехи И умер за нас Чтоб мы жили для Бога Так вот вы запишите наши ресурсы Потом придете Подождите Стойте Стойте У меня тоже есть что сказать вам Давай Вот вы говорите И никто Никто никогда Ничего С ним не присутствовал Все что у вас есть Это сделано Руками Людьми Это все люди Понимаете А вы всегда говорите Что Бог Бог сказал А кто слышал то Что он это сказал Кто это слышал Вы по одному вопросу задавайте Я сразу отвечаю Как известно Апостол Петр пишет Все писание Бога Духновенно Писали его святые Божьи человеки Будущи движим И духом святым Вы этого не знаете А дальше Бог Бог Неверующий Бога Представляет его лживым Дальше Псалом 13-52 Говорит И сказал Безумец В сердце своем Нет Бога И уже название Дано этому человеку Безумный Откуда все взялось Вы рассмотрите Живые организмы Откуда все взялось Откуда Бог сотворил Это первая книга Библии Бытие Говорит Кто это Почему Почему Бога Сейчас нету с нами Почему А потому что Вы не хотите А мы с нами Вы видите Подождите Стойте Вы вообще Видите Что происходит В нашем мире Земля Скоро истощится Ее просто не станет Мы ее выкачаем И взорвем Сами Почему Бог сейчас Не вмешается И не уберет всех А он сказал Свободу Он по образу своему Сотворил человека Но Свобода Это закончится Давай 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 Пообщаемся Давай Ну это Что Ну они Просто Понимаешь Они Да Русские Мы Русские Мы проповедники Евангелия Слово Божие Вот у нас книга Есть такая Святая Библия Называется Вот она А вы от какой Библии Идете От Иисуса И Христа Да Мы Православные Христиане А не От свидетелей Его Нет Это Еретики Мы Верим Во Христа Спасителя Нашего Иисуса Верим Что у человека Есть бессмертная Душа Суд Божий Как Лермонтов Писал Есть Божий Суд На перстике Разбрата Да Я согласен С вами Но Откуда Вы Интересно Чем Вы Объясните Стих Из Библии Не делала Себу Мира Никакого Изображения Правильно Вот вы Хотите Больше Узнать Это Будьте По скайпу Запишите Где Нас Найти Наш Ресурс Тут Мы Не Успеем Одес Запишите Четыре Нам Не Нужен Скайп Русские Люди Я вам Отвечу На вопрос Я вам Ответил Для чего Это вам Нужен Вы Спросили Вопрос Задали А я Не могу Долго Отвечать Вам Здесь Вы Говорите Не Сделай Изображение Где Вы Считали Сейчас Я вам Отвечаю Обожите Скажите Вы Где Это Прочитали Такое Где Какое Назовите Место Библии Назовите Место Библии Так Это Заповедь Божия Подойдите Станьте Чтобы Видно Поближе Обожите Так Обожите Вы Позовите Рядом Кто Вопросы Задает Я Ему Сейчас Отвечу Подойдите Да Я Подошел К нему Ну Давайте Сюда Рядом Опустите Голову Свою Сделайте Чтобы Видно Было Голову Пониже Чтобы Вас Далеко Не Видать Хорошо Слушайте Это Написана Книга Исход 2 Моисеева 20 Глава Не Сделай Изображение А в 25 Главе В 25 Написано Сделай Изображение Сектант Иеретики Дальше Не Считают Нельзя Делать То Что От Бога Уводит А Что Приводит К Богу То Надо Сделать Вас Обманули В Этой же Книге Написано Сделай Изображение Двух Херувимов Христос Пришел В Храм А в Нем Были Иконы От Пола До Ботолка Внутри И Снаружи С Изображение Двух Херувимов Я Не Видел Такого Библии Я Повторяю Книга Исход 25 Глава Внимательно Записывайте Когда Христос Пришел В Храм И Говорит Дом Мой Дом Молитвы Нарячется Мой Дом Подождите Я вам Обожите Я вам Отвечаю Это Написано Книга Действительно Сделаны Ски Они Были Закрыты Закрыты От чего От Видения Соответственно Ну Сделай Однако Не важно Где Будут Не сделай Сделай Сектанты Не могут Совместить Это Потому Что Они Эретики А вот 41 глава 17 стих Иезекииля Написано И были Изображения От пола От потолка Внутри Снаружи В храме Не закрытые Откройте Книга Иезекииля 41.17 В описании Даже знать Это Вы имеете Ввиду Примерно То Что Видел Якобы Иезекииля В своих Видениях Нет Нет Это Сделано Было Это Храм Это Храм 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 Был Такой Его Устройство Христос Зашел В этот Храм И выгнал Торгашей Я вам Подсказываю Вы Внимательно Слушайте Вам охота Больше узнать Запишите Наш Ресурс Открытым Оком Во свете Библии Это Наш Ютуб Канал Во свете Библии Открытым Оком Вы Там Найдете Много Для Себя А вы Как тут Вообще Попадаете Я не Попадаю Я вам Сейчас Скажу Как Вчера Хоронили Моего Брата Верующего Во Христе И он Работал Здесь Как раз В этой Рулетке А теперь Его нет Он там Немного Был Я решил Узнать Что это За рулетка Мне Помогли Зайти Я Проповедник Я вижу Много Грязи Здесь Но есть Люди Которые Нуждаются В этом Внимательно А другие Бывают Материцы Начинают Мы Строим С нуля Деревню Православную Где Не пить Не курить Не материться Не воровать Нельзя А можно Узнать Откуда Вы Сами Город Барнаул Алтайский Край Российская Федерация Ну Это Вы Которые Вам Неправильно Говорили Вы их Призовите Мы По скайпу Поговорим Я отвечу Вам На все Вопросы Мы Миссионеры Мы Проехали Всю Европу У меня Из печати Вышло 38 книг Моих 38 томов Я В каждую Библиотеку Дарил 660 Городов Проехали До Лиссабона От Поэтому Вам Есть Что Взять Здесь Целое Сокровище Вас Ожидают Нет 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 Батюшка Батя Нам Брать Чужого Не надо Вы Не знаете Что Это не Чужое Свое Бог Дал Перед Христом Мы все Одинаковые Не Надо Не Надо Давай Не будем Это Рассуждать Давай Тоже Вспоминай Старые Воины Которые Сейчас Опять Начинаются Опять Это все Выдуманные Боги А это Живой Бог Которого Молимся Языщество Осужденное Опять Начинается Понимаете Что Вы не знаете Что такое Языщество Происхождение Его Мы не знаем Просто Наших Пацанов Опять Отправляет Языщество Они Знаем Вот оно Языщество Допустим Вот оно Наша Языщество Вот оно Ты умрешь Ты туда пойдешь Кому молишься Какой у тебя Бог Кто мир сотворил Крест Мир Мир Кто сотворил Мир Кто сотворил Христос Воскрес А Христос Один Христос Один Но язычество Зачем ты Языческие знаки Навешиваешь на себя Это противно А потому что Я не вижу Вот скажи Вот мне Что Хорошего Бога Его народа Так сказать Израиля Да Да За все За весь Ветхий Завет Что он Хорошего Сделал Ветхий Завет Я не могу понять Я вам отвечаю Не можете понять Слушайте внимательно Ветхий Завет Предсказал нам О том Как было Грехопадение И как Господь Обещал Что придет Мессия Грехопадение С этим все понятно Адам и Ева Ну дальше Он обещал Спасителю мира Придет И он пришел Главный Ветхий Завет Он подготавливал Пришествие Мессии Христа Это исполнилось Ветхий Завет Это тень Будущих благ Ветхом Завете Понимаешь Бог описан Таким образом Злобный Очень Злобный Достаточно Злобный Я вот этого До сих пор Не пойму Ну вот я вам говорю Народ Наказывать Брать Столько Чтобы он В рабство Пошел Почему Богом Охраняемый Народ Должен В рабство Идти Вавилон Объясни мне Для того Чтобы избавиться От идол Которым поклонялись Они дома На родине А там Они уже Не поклонялись Пророк Даниил Говорит об этом Когда люди Не слушаются Бог посылает Казни Болезни Войны Смиряет человека Чтоб душу Спас Я вам отвечаю На ваш вопрос Не перебивайте Никогда Так Запишите Наши ресурсы И вы придите Я вам там Подробно отвечу Открытым оком Во свете Библии Это видеоканал Открытым оком Во свете Библии Охом Нет Там Ох плохо Поступает Со своим народом Не очень Достаточно плохо Да понимаете Это сатана Научает так говорить Бог сотворил вас Посмотрите Какие у вас Глаза хорошие У вас руки Двигаются Вы можете Воздух перерабатывать Это Бог сотворил И вы на Бога Ропщите Он дал нам жизнь Дыхание И все дает 17 глава Деяния апостолов Говорит А человек Ропщит Вы Поднимите Любой палец Он куда хочешь Повернется Кто это сделал Батя 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 Нет Это не хотелось Конкретно Про меня Батя Можно вопрос От меня Можно Давай Не культурному Человеку Батя Сколько ты получаешь Пенсию От Российской Федерации 7 тысяч 7 тысяч 141 рубль 33 копейки Какого года Тридцать девятый 1939 И ты так получаешь Мало Ну да Это мой путь Мой путь Как ты выживаешь Можно поинтересоваться Ну как выживаешь Мы постимся Мы не пьем Не курим Поэтому живем Очень экономно Тем более Мы строим с нуля Православную деревню Картошка Своя Лук Там все свое У нас очень мало Идет на питание Мы стараемся Еще десятину платить Нищих найти Кому-то помочь Жена-дети Да Что Жена-дети Все правильно Все продвигаются Правильно Я вам говорю о Боге О Боге Что задумайтесь о жизни Она пустая Бессальная Я говорю о вас Да не обо мне Мы не о себе говорим Я уже ответил о себе Я вас Я вас ничего не спрашиваю Я говорю о ваших детях Как ваши дети Начинают продвигаться Да не о детях Говорим-то Вы не о том говорите Мы проповедуем Христа Давайте начнем с этого Давайте начнем с этого Вам это не надо Вы подумайте Начать с того Как вам спастись Вам нам этого не надо То есть вы Не хотите знать Не хотите Это все кончится Тогда о том Иисусе Вы вообще говорите О том Который был на земле Умер за наши грехи Скажем В Иисусе Тему затронули Вот Вот у вас Семья Дети есть Вы скажите Вы желаете спасения Души после смерти Нет Скажите Изначально У вас Семья Дети есть Скажите Я вас сегодня спросил Я вашу национальность Не спрашиваю Потому что Во Христе Все едино А это Сатана Вводит Другими путями Национальность Мне без разницы Я вот хочу спросить У вас Семья Дети есть Я ответил вам И о пенсии Все ответил Вам остальное Не надо знать Вы скажите Спасение во Христе Вас интересует Вам не надо Это знать Вам надо знать Спасена Душа ваша будет Или нет Это бабка У колодца Спрашивает Причем тут Моя душа А вот это и оно Это сатана Так Человеку Мозги Сворачивает А давай я буду Узнавать А у Путина Где жена Где она Почему не женой Это ничего не даст Причем тут Путин Не надо Путина Надо молиться Молиться за Путина И за всех Про Путина Никто не говорил Везде говорят На каждом шагу У нас плохо живем Потому что Не такой правитель Ну В горах Может быть Говорят Вы в России живете Мы можем Попробенно говорить Про Путина Но Мы конкретно О Путине Не разговариваем Вот Надо говорить О всем О всем надо говорить И сказать Мне ничто не мешает Ничто не мешает Уверовать Вот Вот Вы мне скажите Священник Вы неправильный Священник Вот Вы мне скажите У вас семья есть Вам не надо Это еще знать Вы скажите Вы сейчас Узнаете Все в мире Узнаете А душа не спасенная Какая вам польза От этого Да Причем тут Я вот Говорю Спрашиваю Это легкомысленный Человек Который Смертельно больной Он врача спрашивает А какой вы Ему не надо спрашивать К нему пришел врач Больному Смертельно больному Вы смертельно больные Без Бога Мы вам хотим Хорошо Хорошо Я спрошу по другому С Иисуса Христа Надо пример брать Надо брать Вот он и есть Единственный пример Веруйте в Иисуса Христа И спасетесь Вы и весь дом Иисус Христос Был женат Что он говорит Иисус Христос Иисус Христос Был женат Иисус Христос Был женат Нет конечно Зачем такие вопросы Задавать Это когда не надо Никому Пример брать Иисуса Христа Да И не надо Никому жениться Вас что это так Женский вопрос Так интересует Вам это достаточно Если вам разрешат Батя Да ты сам заблудился Ты сам заблудился Не знаете Вы о Христе Больше не знаете Что такое Иисус Батя Христос Истинный Бог Это Бог Пришел на землю Бог Воплотился И Бог тебе Судья Понял К вам Сегодня Господь Постущался Господь Постущался К вам Батя Заблудился Подождите Успокой его Там Сатана Мешает Сегодня Господь Сущит Ваше сердце Сказать О Господе Что пришествие Очень близко Мы стоим Чуть не на последней Версе Мировой истории Нас Интересовать Должен вопрос Спасусь я Или нет Я умру Душа Куда пойдет В ад В огонь Или в царство небесное Один вопрос Так остается Спасусь я Или нет А он Воскрутит Где попало Христос Женат Ну что это Безумие одно Ну а как А как Иисус Христос Он Как известно По Библии До 33 лет Прожил Неженатым Вот Беда какая у вас Достался А у вас Следовать соответственно Примеру Христа Мы вас Не спрашиваем Ни о чем Один вопрос Хотите ли вы Знать о спасении О Христе Если не хотите Значит мы прощаем Что время не тратить На вас Ну все Ладно Ну что что мусульманин Он на суд божий Тоже предстанет Мусульманин Написано Все народы Предстанут И мусульмане Не отрицают Христа Говорят Иса Мария Марьям Вы Коран Вы Коран Считали Я нет Нет А я его Весь Коран От корки до корки Книгу Специально Выпустил Показал Как сравнение С Библией Когда перебил А вот У тебя там был Пацан Ты там Пацана Принимал Что там Как вот там Что там Непонятно Вы голову Опустите Чтобы видно было Вас А ты что А что Для чего Сидишь там Для того Чтобы людям Рассказать о Боге О Христе Как душу спасти Ну они Ты же знаешь Какой ты Это не такой сайт Эй Я не знаю Это не для этого Они все там Есть Юноша Я второй день Вы опустите голову Ты что От меня прячетесь Что ли У тебя же 30 тысяч Подписчиков На ютубе Ну и что Разве это плохо Ты можешь На своем канале Стримить Ну ладно Заходите тогда По скайпу И мы поговорим Я постараюсь Ответить вам На все вопросы ваши Какие есть Никита Никита У тебя был там Никита А фамилия Это сидит Твой оператор Который тебя Вечно снимает А Никита Наркоман Там что-то Наркоту Там что-то Про наркоту Там что-то Да это на него Говорят А может быть Этого и нет Он на Украине А А вы где А мы Барнаул Алтайский край Алтайский Нормально Мы с нуля Строим Православную деревню Где все христиане Где никто Не пьет Не курит Не матерится Не ворует И не лжет Согласен Согласен Конечно Надо А таких сел 21 тысячи Вы молодые Берите землю Берите Соратников своих И начинайте Возражать Россию А я с Астрахани Я с Астрахани У меня тоже село Ездит Только там другое Там все Там такого нет Чтобы там Наци Русские Там с казахами Живут Сатарами Все нормально у нас Ну нормально Со Христом А без Бога Все ничем кончится Вечный огонь За гробом А У нас все ништяк Ништяк Это придумное слово Если вы знаете Мою биографию Вы знаете Как я шел По тюрьму Я смотрел Про тебя Вы там Вора Крысу Крысу ловили Там что-то Крысу Нет Вора 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 Ну крыса Вор Ну я понял Типа на машине На шестерке Или на семерке Ну вот без Бога что Они людей Обижают Из-за них никто Не будет молиться А мы помолились И он больше ни разу Не приезжал Ну да Бог наказал Ну мы не знаем Там наказал Как Кто говорит Что разбился Надо жить А ты доволен Никак не доволен Я доволен тем Что Христос Меня нашел Я могу о себе сказать А ты доволен Что он украл Ну И что его Бог наказал Нет Я не доволен Я свои чувства Не подвергаю Сомнению Только в Свою Божьем Проверяю Мне жалко его Жалко Что человек Живет за чужой счет Ворует И за него нет молитвенника Никто не молится Все желают ему плохого А мы с ним помолились Он согласился Ну ты же знаешь Про кого я говорю Это который на шестерке Там был Ну может быть Я не знаю Какой год 14 год наверное Или 14 Или 15 Может быть и так Наше дело Людям сказать А примут Или не примут Христа Он говорит Не все примут Я еще Я еще видел Видео про это Вы там гантелю поднимаете Да не гантели А гирю 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 Вот другие нации придут Вы не пустите Или что Как не пустите Это православное селение Да ему зачем тут быть Если он не думает Вот вы будете жить Например Вот У вас там своя Ну как говорится Секта Или что у вас У нас не секта Церковь православная Ну вот придет человек Другой нации Вот придет негр к вам Вы его пустите Или выгоните Как его выгоним Да он и не придет Во первых Это выдумка Нет А вот он будет идти Ты его пустишь Если он верующий Верующий А если не верующий У нас правило Только православные христиане Должны быть А он скажет Ты ему кусок хлеба дашь Обязательно Кто к нам такие попадали Казахи забередали Мы всех накормим И отправим на вокзал На дорогу дадим ему Чтобы не помер Один сбежал Тут где-то Я не знаю Работали на бахчах И его там Свои же били И он прибежал Мы врача вызвали Правда у него побои были Полицию вызвали Чтобы они помогли ему Там документы вернуть Он нигде Мы накормили его Обследовали Вот так Ну я в самом шоке Что я тебя увидел Вот тебя Вот дедуля Тебя вот лично увидел Я сам Вот я знаю Что это твой оператор Вот сидит рядом Да Он тебя всегда снимает А ты Ну как сказать Ну главный там Ну какой я главный Я похожий Как все Своей земли Кусок земли там Ну а получилось Вы даете ему корову Но вы потом Ее забираете Или как Ну мы даем Допустим Говорим Когда у тебя там Лет 5-6 пройдет У тебя свои будут телята Такого возраста будет Кто приезжает Ему передашь Ну а как Люди приезжают Бывает и нечего Ничего нет А дети А вот никого Вы вдвоем живете Или что А где все Весь народ Ну как это Мы в городе сейчас А деревня Это дальше Ну что с ней видно Что это на город Не похоже Ну а что не похоже Обманывать Мне же не хорошо Ну это Мы живем в городе Варнауле Зимой А летом в деревню Уезжаем А что там Дрова Здесь у нас Уголь дрова Уголь дрова У нас тут есть Все Мы живем В самом центре Барнаула Угу Просто сам в шоке Тебя увидел Сколько раз Смотрел про тебя И сам в шоке Я думал просто Ну Я просто запоминаю Лица И тебя запомнил А что сами То не показываетесь А мне вот Неинтересно Ну что вы А вот твой смысл Мне вот Мне смысл Просто посидеть Там Настроение поднять А вот твой смысл Нет Прячется человек Когда знает Что плохое Его ищут Где-то Алиментчик Какой-то Или политик Да Я плохой человек Ну Но вас никто же не ищет Зачем скрывать Ну В душе В душе Я хороший человек Ну наоборот Бывает Я вот стою на вахте И в это время Подошел один И такой Курит И в руке Бутылку держит Вот я знаю Ты верующий Там начал говорить А ты не верующий Нет Я говорю Слушай внимательно Что ждет тебя Вот А они ходили Воровали Там где-то А теперь его пристрелили Одного там А он один остался Ну я думаю Что воруют Я ему рассказывал Когда денег нет Или там Я ему рассказывал Нет Это он каждый день ворует Каждый день Они этим живут Так он Папиросы порвал А бутылку как ударил Опасынок И разбил А мы с ним Ну минут 15 говорили Угу Господь Господь словом своим Разбивает сердце человека И говорит Все стою у двери И стучу Кто услышит И отворит Войду к нему И буду вечерять с ним И он со мною Откровение 3.20 Еще видел 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 Он там что-то Пьяный На тракторе Там что-то Да Пьяный На тракторе Врезались Пьяный На тракторе Там что-то Ну и вот Там с ним Побеседовали Отпустили Говорят Зачем отпустили Он аварию сделал А как его держать Он поехал Не я Один год смотрел Это Потом что-то Потом я что-то Ютуб Я уже Вы давно уже Ну Ютуб вас кормит Или вы за рекламу платите У нас Ни копейки никто не получает С Ютуба Это Чтобы нам Содержать свои ресурсы Там администрация Там получает Ютубовская Что там бывает Не вот Если Вот только Ну по идее Ты же блогер Ну и что Вот у нас 29 тысяч 29 тысяч подписчиков 29 миллионов Просмотров А мы не получаем Ничего за это Не Мне вот просто интересно Вы платите Каждый месяц За рекламу Чтобы Или как Никак Мы не платим И ничего А они там еще делают Мы не касаемся рекламы А кто делает Ну кто делает У нас Коллектив работает На этом Ставят Вот где снимают Дальше Когда нужно ответить На вопросы Мне просто Было всегда Интересно Ну Кто Кто занимается Этим Я занимаюсь Этим Ну ты же Ведущий Ты же Ну я ведущий Ты же главный Ты же не будешь Этим Ну я занимаюсь Сам Вот сейчас Скачиваю Сам Ставлю Пока возможность Есть Этим Вот ты ведущий С тобой сидит Оператор Третий Кто-то Кто-то Третий Что-то делает Ну кто-то Оплачивает Оплачивает Быть в интернете Чтобы У меня денег Нет А Это надо оплачивать Чтобы она Чтобы и показывала Нет Не доплачивает Человек Чтобы В интернете Я нахожусь За это же Платить приходится Кто в интернете И вот вы в интернете Если вы же Обязан заплатить Вот В каком смысле Ну как Простой смысл Нет Чтобы твое видео Кто-то увидел Надо же заплатить Да не надо видео Просто Чтобы интернет работал Подсоединили тебя За это платить Надо каждый месяц Там 500 рублей Или сколько А Ну это понятно Нет Я говорю про видео Я про это и говорю У меня денег нет Чтобы Чтобы твое там Видео попало Нет Не надо Куда попадет Нас это не касается Канаду Найдут У меня есть ролики Которые больше полмиллиона Просмотров А Ну там Наверное Самые интересные Такие Ну нет Самое простое Такое Там я рассчитываюсь Дорогу строили Бульдозерист В одном месте Там Что мы сидим Обедаем Почему так понравилось Не знаешь Дальше Шершни Я смотрел Я смотрел Я смотрел Я смотрел Шершни Мне тоже понравилось Шершней Выжигаем Вот это Полмиллиона Тоже Главное Что у нас Библия Начитанная Мною Святые отцы Канона У нас Очень богатый Сайт Сайт Называется Очень-очень Богатый Такого Тяжеловесного Сайта В мировой сети Нету Там 50 книг Только моим Голосом Насчитаны Аудио Много Видео Дай бог Дай бог Да Чтобы Было Миллионы Миллиарды Было Миллиарды То не будет Но Просмотр Кто-то Кто-то Думает Там Ну они же Делятся Люди Там Думают Плохо Кто-то Думает Хорошо Ну да На всех Не угодишь И чем больше Мы будем Правильно Поступать Тем больше Хуле Не будет Со всей Стороны Они будут Поносить Почему От зависти От злобы Но у нас Это не должно Касаться Господь Говорит Когда вас Будут Поносить За имя Мое Велика Ваша Награда На небесах Это награду Люди Собирают Ну думать Надо Хорошим Да Во славу Божию Жить Надо Для Бога С Богом И во имя Иисуса Христа А я думаю Надо жить Для себя Хотя бы А для себя Ничего ты Не будешь Иметь Ну поел Три раза Поел Уже много А как ты Для себя Для семьи Судя конечно Здесь семья Ты живешь Для своей семьи Вы никак не можете Если не верующий Жить лучше верующий У меня всегда друзья У меня на сердце легко Я никого не имею Дома и открытый У меня много людей Приходят молятся Потому что ты живешь Такой обстановке Наверное так Но я не буду тебе Настроение портить А его нельзя испортить Потому что я в роде Оно не портится Моей душой Руководит Дух Святой И поэтому я совершенно Знаю что произойдет Отдаюсь в руки Божьи И как тебе Господи угодно Когда рядом хорошие люди И жить легче И жить легче Я был когда в лагере Последний раз И я видел как людей убивают Столько разговаривал И уже убили А меня В каком году? В 86-й Седьмой Это же Советский Союз Советский Союз В Казахстане Жамбульская область Город Жанатас Понятно Я это последний раз Там был А теперь я реабилитирован Мне надо возвращать А у них нет ничего Был суд 11 лет Я высадил Два дома в Барнауле Небольшие деревья А ты сам жил в Казахстане? Нет Отбывал срок в Казахстане А жил в Барнауле То есть в Алтайском крае Понятно Понятно Ну что дед Пойду я дальше Давай сбору Удачи тебе Бог Поможет Выходи По скайпу поговорим Ну как спастись Вы спрятались Кому я буду отвечать Желтому пятну? Да У нас очень большие ресурсы Я могу дать вам их адрес И там мы в скайпе Встретимся Но я не вижу никого Кто-то вас так напугал Или вы должник Или меньше Кто такой? Я? Я сын Божий Нет Так просто не прячется Никто Он прячется от кого-то Чтобы не узнали Где он находится Разные ники Аватары придумывают А вы тоже от кого-то прячетесь А мы открыты везде У меня В Ютубе только 13700 роликов Это класс Что за наши грехи Умер Господь Христос Прямо умер? Он придет Воскресший Господь Придет на облаках И будет А когда придет? А этого не знают даже ангелы Но уже близко Согласно того Что должно перед этим случиться Так А что случилось? Ну что случится? В Иерусалиме должен быть храм Подготовленный Именно в Иерусалиме Именно в Иерусалиме Так написано Потому что Антихрист этот Машиах Сядет в храме Как Бог Выдавая себя за Бога Так Это написано Во втором постановке Песарной Екисом 2.4 Так Я дальше Ну я слушаю Ну дальше Дальше Треть человечества Будет уничтожено В пламени огненном Как Содом Потому что Вот эти однополые браки Это содомиты Это все Это грязные люди Это грязные Страшные И за это Бог сожжет землю И за это А То есть Бог нас всех любит Но сожжет землю Ну да Верующим это не повредит Написано Сгорит земля И все на ней Так в Библии говорит По постула Петра Так Верующие тоже сгорят Верующий Господь Восхитит на небо Они не пострадают Вот вы сейчас Сколько смотрите В себя дым Это глотаете Это убийство Самоубийство 12 лет жизни Уже отнято Рак легких И гортани Вам это надо? А вы уже А вы не можете Ничего сделать Потому что Делающий грех Есть раб греха Так это Меня Сын Сатаны Подпадил на эту штуку Если сын Говорит освободит вас Христос Свободны будете Сколько дым Вот я не видал Столько дыма Как вулкан Везувий На это Начало Конца Столько дыма Не бывает Без просто так Ну да Как вы уже Готовься Видишь Сжигать Пытаются тебя Ян Кронштадтский Говорит Курящий Говорит Уста свои Делай Демонской Кадильницей Вот Как Что Что сатана Делает С людьми Даже Бесы Бесы вселились В меня Неверно Огоянные Бесы Да Конечно Бесы Любят Разложение Вещества Они минуты Не дают Человеку Надо все время Что-то хлебать Пить Дымить На уровне Разложения Вещества Демоны Любят Это А верующий Господь От всего этого Освободил У него Счастливая Жизнь Он в Боге Знает Для чего Живет И смерть Его не Срошит А почему Ты так Веруешь Богу И не в церкви А я в церкви Нахожусь Так это Разве церковь Нет Это не церковь Мы пришли Из церкви Мы же Не в церкви Живем У меня Такая биография Что мне позволено Людям Говорить о Христе Я прошел Тюрьмы Лагеря За слово Божие Как Политзаключенный Я видел Политзаключенный Да Ну За веру Не судили А за то Что Бог дал Тебе Испытания Испытания Большие дал И я вышел Живой Вышел Живой И там Проповедовал Преступники Каялись Следователю Веровал Начальника тюрьмы Бог привел К покаянию И все Вели себя Мирно После этого Ну Как Как дети Божьи Видите Даже вам минуту Не дает отдыха Вы сегодня Смеетесь Так ты Изгони Из меня Беса Нет Нет Это надо По желанию Вам Чтобы вы Бросили В эту Дымилку Свою И молились После молитвы Изгоняют Демонов Какую молитву Читать А молитву Такую Скажите Господи Прими меня В число Рабов Исцели От демонской силы Так я не раб Я человек А вот Человек Раб Я не раб Я не раб Но человек Вы понимаете Слово Чело Лоб Чело Направлено В вечность А какая вечность Когда ты в дыму Живешь В ненуженстве Человек По разному Звучит На разных языках Human На английском Ну а что Human Там у лба Нет Ну нет Ну мы Русские Мы будем Говорить Когда люди Копят богатство Ян Златоуст Говорил Это пятый век Грек Название Говорит Серебра Золото Есть Говорит Деньги А у них Там другое Деньги То есть На один день Бог дает Так это по-русски Так звучит Значит и в других Народах По-другому Не звучит Золото Это просто Космические Материалы Материал Которым люди Покупают Все Что есть Но люди Глупые Да Глупые Без бога А бог говорит Я вам дам Мудрость Которой Никто не противостанет Так мудрость Дала природа Она дала Человеку Эволюцию А природа Сама безумная Что она может дать Она не может дать Ладно Такой вопрос А как насчет Теории эволюции Человека От обезьяны Нет Даже Дарвин Это не доказывал Вы хотите Больше узнать Маленько Но это Самая близкая Теория Так скажите Вы можете Сейчас без наркотика Пока разговариваем Побыть Я не наркоман Ну не надо Вы можете Сейчас не дымить Пока разговариваем Я не наркоман Ну ладно Вы не наркоман Вы хороший Можете не дымить Пока разговариваем А что Дым в нос бьет Да конечно Вы Извините Я не знал Не знал Да Мы когда разговаривает Человек курит Мы стараемся Прекратить разговоры Пока папиросы не потушат Хорошо Все Так вот, смотрите, как Бог сотворил человека, а человек пустился во все тяжкое. И тогда Он обещал Сына Своего в жертву отдать. Христос пришел и умер за наши грехи. В этом вся история. Примем мы Христа или нет? Со Христом мы будем в раю. А без Христа в аду. А где находится ад? Ад находится, как Иоанн Златоуст говорит, по всей вероятности, за пределами Солнечной системы. А рай? А рай находится на небесах. Прямо там, на небе? Не знаем где. Рукой показать мы не можем. Но так и написано. И восхищен был Илья на небо. Илья? Да. Кто такой Илья? На колеснице. Пророк Илья. Древний пророк Израиля за 700 лет до Рождества Христова. За 700 лет? Да. Очень грозный пророк. Об этом говорится третья книга Царств, 18 глава. А может быть он просто к себе внимание привлекал тем, что рассказывал пророчество? Колесница, огненная колесница подняла его, он скрылся в облаках. Прям исчез? В присутствии большой массы народа. А такой вопрос. А вот если мужеложец верующий, как... Он будет гореть в огне, садамит проклятый. То есть, даже если он мужеложец, но он верующий, он верит в Бога? Он не верующий, он не верит в Бога. Это обман. Если бы он верил в Бога, он бы трепетал и плакал. Господь... Ну, таким его создала природа. Не природа создала, а сатана, которому он отдался. Как бы он против того, что он делает, но Бог же простит все грехи. Нет, не простит. Без покаяния нет прощения. Так он покается. Покается в своих грехах. А он не кается. Они идут гей-парады делают. Содом и Гамора сгорели в войне. Содом и Гамора. Но представим такую ситуацию. Он покается Богу в своих грехах, но он не может изменить свою сущность. Это не сущность. Как таким быть? Вы вопрос задали, не спорьте. У нас не принято спорить. Я вам ответил. Если он обратился к Богу, Бог дает помощь, он сразу будет другой. Он всю жизнь... Сразу женщин полюбил. Вы перебиваете, и нельзя вам отвечать. Написано, глуп тот, кто дает ответ, не высушив. Вы задали вопрос, вы слушаете. Простите. Вопрос задать легче, чем отвечать. Простите, да. Лучше, знаете, знать божественную мудрость, чем самобытную глупость. В этом... Садомиты. Садомиты все прокляты Богом. А вот черные футболки можно носить? Это тоже... Можно? Нет, можно. Никакого разницы нет. Черное, красное. Ну, как... Дети, как бы, сатаны, они все в обличинах в черное. Монахи все в черное. Еще дети сатаны. Все монахи в черном одежде. Ну, сатанаш любит черный цвет. Нет. Он и белый всякий захватит. Он на это не смотрит. Он на небе был и поднял восстание. И его изгнали в них. Да. 12 глава откровения апокалипсиса. Я это слышал. Ну, и 14 глава Исаии, 28 глава пророка Иезекииля. Конечно, интересно, но вот про мужеложцев это неправда. То есть, если... Я не перебиваю, я задаю вопрос. Вот если я всю жизнь был мужеложцем, а в конце жизни покаялся в своих грехах Богу, такой, ну, он меня простит... А вы когда умрете? Этого никто не знает. Да, вот вы посмотрите, мастер Маргарита, там Валан говорит. С Бирелиозом говорит. Ну, да, говорит, смерть. Да он говорит, дело не в смерти. Дело в том, что она внезапная смерть. Вы можете сейчас разговор не окончить и оба умереть. Так я видел мастера Маргариту, я и книгу читал. Ну и что? Вот как Валан беседует с Бирелиозом на скамейке сидят на патриарших прудах. И когда рельсами переезжают, да, это все помню. Там в Басилашвиле эта роль играет, очень понятно. Я все это знаю, ну, и в чем суть? Ну, я задал вопрос. Если я всю жизнь был мужеложцем, а в конце жизни я... Ладно, я не в конце жизни, я к старости покаялся в своих грехах Богу. Он меня простит? Простит, теоретически, но если человек знал и думал, я нагрешу, а потом покаюсь, покаяния нет, он внезапно погибает, автокатастрофа, тромбоз, инсульт, да мало ли что. Вот самолет полетел... Слово перебиваете. Вот самолет полетел с этими танцорами в Сирию, и тут и рухнул, и все. А, а то есть в Америке вот этот теракт совершили, а они просто не покаялись? Не знаем мы. Это суд Божий знает только. Но мы определенно знаем, что без воли Божией, без допущения, ничего, волос с головы не падает. А вот есть такие, как бы, люди, называющие себя гермафродитами. Вот как им быть? Это люди все придумывают. Не знаем мы про этих людей. У нас соседка такая была. Был, звали ее Шура, это Александр, а потом Анна стала. Ну, кто ее проверял? Что у него? Какие-то пошли другие изменения? Не знаем. Ну, вот так вот случилось, и как бы Бог помилует такое существо. Не знаем. Он не виноват. Если он не виноват, ничего и нету. Главное, что верующий был. Я ему дал Евангелие, а он вернул и говорит, эту книжку я не понимаю. Все считали, понимаю, а это нет. То есть закрыто намертво, покаяния нету. С чем это связано, Бог знает. Я не должен гадать. Ну, в общем, я понял, что нас всех ждет суд Божий. Всех. Лермонтов писал на смерть Пушкина. Есть Божий суд на перстнике разбрата. Есть грозный зудия, он ждет. Он недоступен звону златой и мысли, и дела он знает наперед. Лермонтов красиво писал. Красиво очень. То есть это тоже был Сын Божий? Ну, мы все дети Божьи, которые уверовали. Дети сатаны и дети Божьи. Из лагеря сатаны покаянием переходят, а из лагеря Бога туда через грех. А вот я недавно смотрел сериал про ребенка сатаны. И мне понравилось. То есть мне больше нету веры, да? А вы видели такой «Сбежавший из ада» фильм? Я недавно видел «Американскую историю ужасов. Восьмой сезон». Там про ребенка сатаны показывали, как он привел мир к апокалипсису. Это просто фантазия. Это не так все будет. Мне понравилось. Ну, мало что понравилось. Я больше не готов к тому, чтобы быть Сыном Божьим. Да это Сатана делает, чтобы отвлечь. Вы и не были Сыном Божьим-то. Я не хочу больше быть. Так, а вы решаете, кто я? Сын Божий или кто-то? Нет. Это вы сами себя в какой лагерь перейдете? Так вы же только что сказали, что я не Сын Божий. Если вы богохульствуете, то ясное дело, что вы не Сын Божий. Сын Божий на отца не будет говорить. Гудоя. Никак. Меня Бог таким сотворил. Он не творил. Это люди себя творят такими. Так, если люди себя такими творят, то при чем здесь Бог? А то, что попустил за грехи. Вы вперед смотрите. Такую славу иметь, как Адольф Гитлер, допустим, в 40-м году. Ни один человек на земле не имел. Вся Европа легла. Но вперед-то маленько глянул бы. А впереди что ждет? Всем ждет веселица. Отравление. 50 лет. Почему? И если бы у него закончилась успешная операция с СССР, если бы он выиграл СССР в войне, то это был бы самый знаменитый человек на земле до сих пор. Да. Но, однако, все было так, как Бог сказал. Не Бог сказал. Люди защищали свой дом. По велению Божьей. Ценой своей жизни, ценой своих усилий. Напрасны все усилия, напрасно бодрствуют страшности, и Господь не охраняет его. Написано. Вот Господь сделал так, Он одержал победу. 4 миллиона в плен пошли в первый же 41-й год. Пришло время, остановили ни на чем. Проблема командования. То, что пошли в плен. Никакого слова «проблема» нету. Выбрось это слово из лексикона своего. Нерешенный вопрос. А, простите, есть только посланные Богом, как сказать, преграды. Есть только посланные Богом преграды, нету проблем. Понимаете, вот если смотреть, как, я к примеру скажу, Гитлер любил народ. Это вообще человек великий. Но как он поступал, это сатана в человеческом образе. То есть это был сатана? Конечно. Он поднял руку на Бога избранный еврейский народ. А евреи разве не распяли сына Божьего? А это не касается. А как это не касается? Подождите. Ну, евреи распяли сына Божьего. Господь говорит так, что остаток спасется. Каждый ответит, кто распинал. А остаток спасется. Вот ко мне ушел. Воскрес и снова грядет судить этот мир. Мы стоим недалеко от кончины мира. И поэтому людей надо подготовить к покаянию. Если вы больше хотите узнать, заходите на наш ресурс. Запишите, я вам назову его. Большой Ютуб. Открытым оком. Открытым оком во свете Библии. А там и скайп пойти, если надо будет. Открытым оком во свете Библии. Игнатий Лапкин. Это я. Игнатий Лапкин. Запишите. И тогда найдете сайт, форум. Там богатство неисчислимое. 13,5 тысяч роликов только наших. Какие у вас вопросы есть? Погромче что-то непонятно. Нет, он так говорит. Погромче говорите, чтобы слышно было. Я уже не помню. Все. Ничего не слышно совсем. Ну, я вам дал данные. Заходите там, если желаете, по скайпу поговорим. Ну, с Богом. Во славу Божию. Вот так. Верующие молятся, смотри. Добрый день. Во славу Божию. Добрый день. Во славу Божию. Мы проповедуем Христа Распятого. Воскресшего. Воскресшего. Чтобы люди жили для Бога. Для Бога. Не были врагами друг к другу. Ты согласен с тем, что Господь един? Ты согласен, что Господь един? Один, один Господь. Един во всем мире. Один. И он, Сын Божий, умер за наши грехи, чтобы привести нас к покаянию. Миссионерская поездка была. Мы были в шести мусульманских республиках. Прошли Турцию. И мы видели, какой это народ хороший. Как они женщин берегут. А у нас тут община православная. И у нас одеты также женщины. И все говорят, вы как мусульмане в хиджабе. Приятно посмотреть. Все. Повторите еще раз. Повторите. Слава Богу, что ты живой и здравый приехал, говорю. Слава Богу, что ты живой и здравый приехал. Да. Мы проехали до Лиссабона. Прошли в Скандинавию. И везде встречались с людьми. Говорили о Боге. Привезли им всем подарки. Книги. У меня 38 книг вышло из печати. О Боге, о вечности. Славное. Можем ответить на ваши вопросы. Сказать о наших ресурсах. Где вы можете все ответы найти. У нас очень большой YouTube-канал. Называется «Во свете Библии открытым оком». «Во свете Библии открытым оком». Игнатий Лапкин. А можно вопрос? Задавайте. Давайте. Когда бензин подешевлеет в России? Когда бензин подешевлеет в России? Мы этим вопросом и не занимаемся. Но скажем так. Вопрос один. Поставь машину на прикол и бесплатно будет намного дешевле в автобусе. У меня кроме велосипеда за всю жизнь ничего не было. Я прожил жизнь. У меня пятеро детей. Что мне делать? В автобусе с ними ездить. Знаете, у вас сколько детей? А у меня сто детей. Я в начале детского лагеря 45 лет. И ничего нет. И мне все помогали. И милиция, и прокуратура. Все. Без помощи государства тысячи детей пришлось поднять. У меня и мусульмане были, и православные, и сектанты. Видите, вам помогали милиция, прокуратура, а нам никто не помогает в наше время. Ну, вот так. Потому что я на Бога надеялся. У меня ничего нет. Пенсия у меня... А потому что у нас вот страна такая. Только без ругания только. Вот у меня пенсия сейчас за 35 лет стажу. 7 тысяч 141 рубль 33 копейки. И я живу не ропщу, благодарю Бога. Ну, у вас... Вам помогает же. Но Господь располагает сердца, где, говорит, ты голодным не ляжешь спать. У нас деревню строим православную с нуля. У нас своя картошка, овощи. Впервые... А мы вот живем в городе, и нам никто не помогает. Так вам. Ну, надо в деревню ехать, значит. И едим картошку, и едим ее. И лук растим, и салат, и помидоры, и капуста. И в итоге, ну, что? Ну, что же, надо молиться, бывает. Я вот раньше работал на двух работах всегда. Я печник был. Мне не давали работать по специальности. Я был прораб верующий. А меня по тюрьмам гоняли. И поэтому мы многое перетерпели от той власти. Но мы никогда не ругали ее, не проклинали. Молились только, и она рухнула, как сатанинский режим. Ну, бывает. Ну, ладно. Здоровья вам. Храни вас Господь. С Богом. Заходите в наши ресурсы. Там можем в скайпе встретиться. Открытым окон во свете Библии. Заряжите себе. Игнатий Лапкин. С Богом. Хорошо. Спасибо. Ну, все, уходим. Ну, стоп, нажимайте.